По-прежнему это утро мы встречаем вместе с народным артистом России Игорем Бочкиным. Друзья, ну только-только прошло 8 марта. Потрясающий день, когда можно целовать, дарить цветы, когда мы думаем о женщинах. Открывать двери, пропускать вперед. А сегодня уже девято! Отменяемся, да. Нет, но нам приходится как-то разбираться в этих женских вопросах. А у вас целый мир, целая вселенная, какие-то свои слова неизвестные. Значит, я здесь не специалист. Не знаю, в какой степени, Игорь, вы специалист. Мы предлагаем вам сейчас, в качестве такой забавной игры, интерпретировать некоторую сугубо женскую терминологию. Я вам буду помогать. Не бойтесь. Я уверен, что... Вы меня стоите в ситуации этого деда щукаря, помните, когда он говорит так, бордюр, ну это и понятно, ядреная баба. Он говорит, бордюр крупными буквами, да, ребят, это я не знаю, что они там, я про женщину вообще ничего не знаю. Это было первое слово от Игоря Бочкина, а второе все-таки... Так приятно быть непознанным миром. Итак, посмотрите, есть такая история. Пусеты. Пусеты. И что это может быть? Пусеты? Ваша версия, да. Хороший подарок, между прочим. А? Пусеты? Хороший подарок? Ключевые, подсказываю, могут быть бриллианты. Ну, я хотел только сказать, какие-нибудь сережки. Правильно! Серьезно, да? Да. Мне кажется, кто-то прикидывается, что он ничего не знает. Нет, нет, нет. Я поясню, серьги-гвоздики, которые появились еще в начале прошлого века. Русское слово мы не знали, но оно русское тоже. Типсы. Типсы. Еда что-нибудь такое нет? Седа, седа, нет? Я бы подумал так же, Игорь. Нет, девушки. Вы, наверное, с чипсами провели параллельно. Нет, я подумал просто, что человек такой, что мы жарят, нет? Нет? Таня, ну, Раска, да, хорошо. Ой, ну это неприятно, это накладные ногти, которые там туда-сюда, лучше вам не знать. Господи, правда, вам лучше ничего о нас не знать. Но некоторые без этого из дома не выходят. Вы меня после 8 марта, да. Танечка, прошу. Ну, давайте я вас пощажу, что ли. Плойка вас не очень пугает? Плойка? Подождите, ну вы... Ну, я подумал плойка. У нас есть чего-нибудь такого, там, типа шумовки, нет? Сейчас я взаимно спрошу, что такое шумовка. Нет, подождите, вы как будто всю жизнь от женщин бегали. Неужели ни разу не видели, как женщина плойкой орудует? Это щипцы для завивки волос. О-о-о. Правильно, вообще правильно. У нас все натуральное. Плойка. Ни типсы, ни плойки. Так, последняя, давайте последняя версия подарка. Звонкое такое слово «клач». Клач? Да, клач. Ну, вы что-то все время пошли по этим там плойкам, шмойкам, по этим висюлькам, гвоздикам. Плачь. Значит, из этой серии «клач»? Да, в общем, да. Плач, да? Плач? Клач. Клач? Клач. 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 Ну, клач, ну, я не знаю тогда. Ну, если вы там пошли, там, клач. Я клачу. Он клачет. Я не знаю. А глагола «клач» – это хорошая версия. Клач. Клач. Маленькая сумочка. Маленькая сумочка, да? Правильно. Ну, я не знаю, но видите, как, ну, да. Это все то, куда это богатство можно сложить. Слушайте, вы не расстраивайтесь, очень приятно, что остались мужчины, которые не знают, что такое плойка, клач и так далее. Это вам… А есть такие, которые знают? Это вас характеризует. А есть такие, которые знают? Уверена. Да, ну, ладно. Спасибо огромное. Спасибо, что вы это понимаете. Народный артист России Игорь Бочин, вам успехов. 21 марта спектакль в Петербурге, самое-самое. Буду счастлив увидеть вас всех на 21 числа.